Всех приветствую, дорогие зрители! Вы на канале Мастер Плей, а меня зовут Антон. Я удивлен, кто бы мог подумать, что ролик про соревновательный режим вам так зайдет. Спасибо вам огромное! А также хочу сказать спасибо Диме Крякушину, который помог с переводом всех 30 новых перков. Конечно, тут есть где-то 10 старых, но про них грех был бы не упомянуть. Почему перков 30? Потому что классов 10 и у каждого по 3 личных перка, которые открываются в течение боя. Первый перк открыт по умолчанию, второй открывается, если набрать 1000 очков. А третий также после набора 1000 очков, но после открытия уже второго перка. Перед просмотром этого ролика я советую вам глянуть прошлый видос, где я рассказывал про все 10 классов и про их снаряжение. Так сказать, ознакомиться с бойцами, а потом уже переходить к перкам. Ладно, начинаем разбор. Пойдем по порядку. Баттл Механик. Первый перк по сути делает его молоточек сильнее и эффективнее обычного на 50%. То бишь чинишься быстрее и урона наносишь 75 единиц, а в голову так вообще ваншот. Второй перк очень полезный, позволяет технике медленно регенерировать здоровье, если она вне боя. Ранее в Battlefield 4 техника могла хилиться сама по себе, в Battlefield 1 это же стало невозможно. Но этот перк возвращает данную функцию. А в соревновательном режиме она так вообще будет очень полезна. Это кстати не все. Второй перк открывает дополнительное вооружение. Для легкого танка дымовая завеса, для бронемашинки боеприпасы, а для истребителя танков, это обычный легкий, но с мощными и медленными снарядами, открывается сброс мин. Третий перк ускоряет перезарядку вооружения и добавляет новое вооружение. Для легкого танка добавляется картечь, у бронемашинки пулемет заменяется на пушку с разрывными снарядами, а у истребителя танков добавляется пулемет. Впрочем танкист получает кучу нового вооружения после прокачки всех перков. Далее идет второй плохой танкист. Первый перк делает ваши части танка неразрушаемыми, и техника едет при любом хп. То бишь если у вас пробит двигатель и у вас осталось 5 хп, то вы все равно сможете свалить. Но как бы от толку, ремонтного инструмента все равно нет. Второй перк ускоряет респам техники на 15%, а также добавляется к технике уже знакомые нам гаджеты. Дымовую завесу, патроны и мины, то же самое короче. Третий перк открывает дополнительное вооружение, опять то же самое что и у первого механика, но также позволяет при выходе из техники превратить транспорт в гигантскую бомбу. То есть вы вылезаете, а танк далее едет сам и через некоторое время делает огромный взрыв. На этом и построены первые два перка, но опробовав это в мультиплеере, я понял, что класс, а в особенности этот взрыв, бесполезный. У рейд лидера с перками все проще. Первый уменьшает эффект подавления по вам. Второй самый полезный, позволяет ставить одновременно две точки спавна. Ранее можно было ставить только одну. Третий перк тоже мощный. После убийства или помощи в убийстве вы получаете регенерацию здоровья, а также иммунитет к подавлению. То бишь перестреляли противника и сразу пошел отхил. Очень полезно. Контроль лидер. Кстати, моя ошибка, я в прошлом ролике забыл сказать, что это единственный класс, на котором можно спавниться. И первый перк это подтверждает. На вас можно резнуться, если вы не были под подавлением и не получали урона в течение 10 секунд. По сути это просто получение способности резнуться на вас. Второй перк увеличивает покрываемую зону дымовыми гранатами из арбалета. На экране вы можете увидеть разницу. Третий перк бесполезен. Спот по вам проходит значительно быстрее. И все. Да, я все еще считаю, что лучше уж брать рейд лидера. Минометная поддержка. Первый перк позволяет вам швырять маленькие сумки с патронами и гранаты гораздо дальше. Я взял мини гранату и под этим перком решил глянуть, как далеко боец сможет ее закинуть. Я охренел. Второй перк очень полезен. У поддержки нет большой сумки с патронами. Но как только вы сядете на миномет, то ваш персонаж автоматически поставит рядом большую сумку, что поможет подбегая к вам пополнять боеприпасы. Вспомните прошлый ролик. Минометчики тут вещь полезная. Третий перк не сильно полезен. Ваше подавление становится эффективней. Против снайперов полевая их с МГ-15 заходит неплохо. Бесконтактный разведчик. Первый перк дает вам буст к скорости на 20%, если вы под подавлением. Вполне неплохо для пассивки. Второй перк очень полезен. Ваши приманки смогут захватывать точки. Нет, в соло они не могут. Но если вы один на точке и поставите голову на палочке, то захват будет идти как будто от двух бойцов. В некоторых моментах, когда на точке дикие замесы и по бойцам все ровно, эти головы могут зарешать исход раунда. А также сбить противника с толку. Он не поймет, сколько точно вас на точке. Вот это я называю настоящие приманки. Третий перк тоже немаловажен. При убийстве противника с ближнего боя, труп выкинет три маленькие сумки с патронами. Если в команде нет поддержки, перк будет очень кстати. Далее идет врач. У него очень крутые перки. Делают врача просто им бой. Во-первых, пассивный первый перк дает вам медицинскую ауру. То есть, если солдаты близко находятся к вам, то они будут восполнять здоровье без аптечки. Ага. Второй перк очень полезный. Если пометить труп, который вы хотите оживить, то он задымится и не слабо. И это работает на любом расстоянии. Порой, даже если вы не собираетесь резать бойца, подспотив его, вы можете задымить полезную точку противника, где умер ваш тиммейт. Третий перк просто понижает урон по вам, если вы держите шприц. Очень полезно, когда несешься к тиммейту, чтобы его ареснуть. А со шприцом в руке вы впитываете на 50 или около того процентов больше урона, и еще останетесь живы. Ну вот мы подошли к самому сладкому. Вам очень полюбился гопник антитанк, который имеет самые крутые перки. Во-первых, ваша шикарная рубашка становится титановольфрамовой, и у вас появится сопротивление к взрывам на 50%. Неплохая такая ступительная пассивка. Второй перк сделает вашу взрывчатку огненной. Если вы бросите ПТ-гранату или магнитную мину, то после взрыва на месте кратера будет огонь, как от зажигательной гранаты. Это не только сильно хитанет противника, но и перекроет какой-нибудь проход. Также если кинуть ПТ-гранату в танк, то огонь заставит его сдать назад. В общем, очень круто. Ах да, это не работает с обычными гранатами, то есть только с ПТ и минами. Третий перк поверг меня в шок. Штык, атака с магнитной мины. Реально. Сразу предупрежу, вы не бьете по морде мины противника при столкновении. Вы просто держа мину в руках сможете быстро бежать, также не издавая криков. Ваш персонаж просто будет судорожно дышать. Для чего вам этот перк? Догнать противника и дать ему по морде кувалдой. А в основном догнать танк и налепить ему на спину взрывной огненный подарочек. Выглядит действие перка очень круто. Далее шок осаут. У него очень крутой третий перк. Первый позволяет таскать в два раза больше взрывчатки, второй уменьшает получаемое подавление, а третий делает вашу фугасную гранату в вашем арбалете распадающейся. Даже не так. Она распадается, но не теряя урона. Вы по сути стреляете тремя фугасными гранатами. Против пехоты не супер, но против танка и прочих сооружений. По сути как ПТ-снаряд, но только на бегу и не лежа. Последний класс. Девушка-пират. Самые бесполезные перки. У вашего миномета есть один снаряд, который действует как приманка под вторым перком. Позволяет захватывать точку. По сути вы снайпер, но можете принимать участие в захвате точки на расстоянии. Но заряд-то один и не бесконечный. Второй перк делает вас быстрее на 10%. Я сделал сравнение, и на геймплей вы это даже не почувствуете. Третий перк помечает всех врагов, на которых вы посмотрите через прицел. Как окопный перископ. Полезно вроде, но как только ваш взгляд с противника пропадет, метка также исчезнет. Конечно, вы найдете этому полезное применение, но лучше уж взять чела с приманками и не подстраиваться под эти дурацкие перки. Ладушки, думаю, на сегодня все. Как вам новые перки во вторжении Battlefield 1? Какой понравился вам больше всего? Пишите об этом в комментариях. А если вам понравился видос, то можете поставить лайк, подписаться на канал, группу ВК, и пожелание уступить в наш Дискорд канал. Всем удачи, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok